Слушай, мы делали расшаривание по коронавирусу, который в Китае пошел. И вот пока наши предсказания были неизменны, их пока никто не переплюнул, но очень большой психоз в мире пошел. Шума больше, уже тут и Житомир, и все в коронавирусе. Расскажи, что на самом деле происходит? Зачем это нагнетание? И на самом деле настолько ли опасен этот вирус? Нет. И в Беларуси нет. Похоже, как грипп просто. То есть это не тот, да? Да, другое. А что за массовый психоз? Зачем? Что-то пугают людей. Китай, как границы, хотят закрыть. Как изолируется. Но не из-за вируса. На вирус просто порт? Да, контроль какой-то идет. Что еще ищут кого-то? Людей. Внутренние какие-то у них идут. Наполовину меньше, чем говорят. Даже больше, чем наполовину. Насколько этот вирус опасен в реальности? Как-то от гриппа больше погибают по миру людей. Если вот брать за год, грипп опаснее. Просто грипп статистику как не ведут. У меня тяжелая пневмония. По чувствам идет. А она лечится? Очень тяжело. Если иммунитет слабый, то тяжело лечится. Лекарства есть от него. Пока держат. То есть на рынок еще не выпустят? Нет. Антибиотик. Тоже китайская разработка? Угу. Пока под контролем идет полностью. Этот психоз выгоден Китаю с точки зрения обратной связи или нет? Где и как? Ведь в принципе Китай не знает, это их вирус или не их вирус распространял. Ему выгодно. Я не знаю, нигде больше не чувствуется. В Таиланде или в Азиатской какой-то другой стране есть случай. А так в Европе, в Америке, в России нет. Но уже кричат, что помирают там в Украине и в Беларуси люди. В Беларуси отлежат. Другое. Другое. Не этот вирус. Не чувствуется, что в Беларуси умерли. Как долго он прошагает с угрожалками по миру, по земному шару? Когда этот психоз закончится? Середина весны. В марте уже стухать начнет. Две недели еще пиково будет, а потом на утихании. В России кто-нибудь от него умрет? Будут приписывать, что от него. А зачем приписывать? Какая логатка? Там симптомы какие-то. Похожи на пневмонию. Не в Москве, а где-то в каком-то удаленном городе будет. Просто шумиху поднимут. В февраль, в конце февраля. А в Америке кто-нибудь умрет? В тех местах? В Москве тоже нет, да? Не чувствуется. А в Беларуси? Нет. В Украине? Нет, чисто. То есть вот все эти Житомирские, Тернопольские, это не это вот, это утки? Угу, там другое. Там вообще грипп у меня идет. То есть они грипп китайцам хотят приписать? Нет, вот в других странах. А в Китае вот этот вирус, вообще 6 человек у меня идет. Вот они говорят уже о 17-ти. У меня как именно от этого 6 человек погибло. Угу. А остальные от чего? Ну, нету. Среди списков от этой болезни нету, 17-ти. Угу. Вот Китай пока держит под контролем это все. Угу. То есть остальные, которые умерли, у них, получается, не написан коронавирус, у них написано другое заболевание какое-то попутное, да? Угу. Конкретно от вируса? Ну, лучше 6 от вируса пока. Угу. И заболело там не 600, не 800, как пишут, меньше. Угу. Гораздо меньше. То есть сейчас все валит в кучу? Да, там подозрения на этот вирус. Угу. Слушай, а это не напоминает какие-то учения, как ввести себя в случае, там, бактериологической войны? Идет вот со стороны Китая. И только Китай за этим следит. Угу. То есть это китайский эксперимент конкретно? Они как-то хоп, резко могут закрыть всем въезд. Угу. Ссылаться на это. Как-то изоляция у них идет. Именно политическая. А с чем связано, давай сюда облупимся, с чем связано это политическая изоляция? Зачем она? Финансово, да? Угу. Вообще-то они вот своих не хотят выпускать. Угу. И чтоб к ним приезжали. Как вот Корея изолированная, а вот они что-то похожее. Угу. А чье это решение? Это родина партия КПСС или правительство? Угу. Угу. Повод закрыть границу. Угу. У Китая же невыгодно, они и так по всему миру рассредоточились. Угу. А просвучит такое, что они запрещают въезд или нет? Или это останется на уровне желания? На желание. Угу. Рекомендует воздержаться. Угу. Угу. Ну, у них же туризм тоже построен на иностранцах. Вот почему-то правительство не хочет этих туристов. То есть, хотят все это для своих местных китайцев, да? Угу. Угу. Какие-то там финансовые выгоды, я не понимаю этой стратегии. Угу. Угу. То есть, они поднимают своей экономикой свой юань и полностью независимо от доллара делаются. Угу. Вот это, да, больше отзывается. Угу. Типа юань хотят сравнять с долларом. По значимости. Угу. Хочешь взаимодействовать с Китаем, взаимодействовать через юан. Вот эта игра как трех уровней идет. Вот первая финансы, потом вот эти вот политика какая-то торговая. Угу. А третьего вот через болезнь надо это за какие-то правила менять. Угу. Уъезда-выезда. Лекарства есть. Это, 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 если кто-то из важных заболеет или выйдет из-под контроля, то погасят. Угу. Больше раздут, чем на самом деле. То, что в Египте отравлялись. Больше опасности оттуда выйдет, чем от Китая. Угу. Ну, для туристов. Угу. А, кстати, а в Египте отравлялись? Это по поводу, это все случайно там было или там были какие-то такие моменты, которые могут вызывать тревогу действительно? Угу. Продукты некачественные. Угу. Там не вирус. Такое разовое у кого-то. Угу. Какие там морепродукты. Угу. Не знаю, есть у них там это или нет, как вот ферма. Угу. И там как рыба отравленная в нем. Угу. И вот пораспихали по магазинам везде. Ну, как халатность больше идет на ферме этой. Угу. Угу. Ясно. Все, вот это пока. Угу. Продолжение следует...